Ночью ваши глаза адаптируются к темноте. Ваши зрачки расширяются, давая возможность большему количеству света попасть в глаза, и в результате вы можете видеть более тусклые объекты и слабые звезды. А теперь представьте, что ваши зрачки размером 1 метр в диаметре. Вы бы выглядели весьма странно, но у вас было бы сверхъестественное зрение. И это именно то, что телескопы дают нам. Телескоп как бы воронка, его главная линза или зеркало собирает свет от звезд и направляет его в ваш глаз. Чем больше линза или зеркало телескопа, тем тусклее объекты, которые вы можете увидеть с его помощью. Так что размер действительно есть все. Насколько большим можно сделать телескоп? Ну, в действительности не очень, если это рефрактор. Свет от звезд должен пройти через главную линзу, которую вы можете поддерживать только по краям. Теперь, если вы изготовите слишком большую линзу, она будет очень тяжелой и начнет деформироваться под своим весом, что приведет к искажению изображения. Наибольший рефрактор в истории был изготовлен в 1897 году в Йеркской обсерватории близ Чикаго. Его главная линза, объектив, была немногим более 1 метра в диаметре. Но его труба достигала невероятной длины 18 метров. С созданием Йеркского телескопа изготовители рефракторов достигли возможного предела. Вы хотите еще больших телескопов? Подумайте о зеркалах. В рефлекторах свет отражается зеркалом, вместо того, чтобы проходить через линзу. Это значит, что вы можете сделать зеркало значительно тоньше, чем линзу, и можете поддерживать его сзади. В результате вы сможете строить зеркала значительно больше, чем линзы. Большие зеркала появились в Южной Калифорнии век назад. В то время гора Вилсон была удаленным пиком в диких горах Сан-Габриэль. Небо было чистое и ночи были темные. Здесь Джордж Элери Хейл сначала построил полутораметровый телескоп, который был меньше, чем давно отправленный на покой Левиафан Лорда Росса, но он был значительно лучшего качества и также находился в значительно лучших условиях. Хейл уговорил местного бизнесмена Джона Хукера на финансирование инструмента размером в 2,5 метра. Тонны стекла и клепаной стали были подняты на гору Вилсон. Телескоп Хукера был закончен в 1917 году. Он останется самым большим телескопом в мире в следующие 30 лет. Большое орудие космической артиллерии готово атаковать Вселенную, и он так и сделал. Невероятный размер нового телескопа вызвал изменения в самом подходе к наблюдениям. Астрономам больше не нужно было всматриваться в окуляр нового гиганта. Вместо этого они часами собирали свет на фотопластинке. Никто до этого никогда не вглядывался так далеко в космос. Спиральные туманности оказались наполненными до краев отдельными звездами. Не являются ли они такими же звездными системами, как и наш Млечный Путь? В туманности Андромеды Эдвин Хаббл открыл особый тип звезд, которые меняют свою яркость с точностью хронометра. На основе этих наблюдений Хаббл смог определить расстояние до Туманности Андромеды почти миллион световых лет. Спиральные туманности, такие как Туманность Андромеды, были определенно отдельные самостоятельные галактики. Но это была еще не самая невероятная вещь. Большинство этих галактик удалялись от Млечного Пути. На горе Вилсон Хаббл открыл, что соседние галактики удалялись с малыми скоростями, в то время как далекие с большими. Вывод? Вселенная расширяется. Телескоп Хукера предоставил возможность ученым совершить самое фундаментальное астрономическое открытие 20-го века. Благодаря телескопу мы смогли восстановить историю Вселенной. Немногим менее 14 миллиардов лет назад Вселенная родилась в огромном взрыве времени и пространства, материи энергии, который называют большим взрывом. Крошечная квантовая рябь выросла в плотной сгустке первобытного бульона, из которого потом сконденсировались галактики, ошеломляющего разнообразие размеров и форм. Ядерный синтез внутри звезд произвел на свет новые атомы, углерод, кислород, железо, золото. Взрывы сверхновых выбрасывали эти тяжелые элементы снова в космос. Сырой материал для формирования новых звезд и планет. Когда-то, где-то, как-то простые органические молекулы эволюционировали в живые организмы. Жизнь – это чудо в вечно меняющейся Вселенной. Мы – звездная пыль. Это великое ощущение и безграничная история, донесенная до нас наблюдениями с помощью телескопов. Представьте, без телескопа мы бы знали всего о шести планетах, одной Луне и нескольких тысячах звезд. Астрономия до сих пор была бы в своем младенчестве. Как закопанные клады, сокровища Вселенной взывают к любознательным из древних времен. Принцы и властелины, политики и промышленники, так же как люди науки, прочувствовали притягательность неизвестных морей космоса и, с использованием телескопов, область исследований быстро расширилась. У Джорджа Элери Хейла была одна большая мечта – построить телескоп в два раза больше, чем предыдущий рекордсмен. Встречайте! Прима астрономия 20 века, 5-метровый телескоп Хейла на горе Паламар. Более 500 тонн подвижного веса, настолько точно сбалансированного, что все это движется с грацией балерины. Его 40-тонное зеркало обнаруживает звезды в 40 миллионов раз тусклее, чем видимое невооруженным глазом. Завершенный в 1948 году телескоп Хейла дал нам непревзойденные виды планет, звездных скоплений, туманностей и галактик. Гигант Юпитер со своими многочисленными лунами, великолепная туманность Огонь, тусклые жгуты газа в туманности Ориона. Но можем ли мы сделать телескоп еще больше? Вот советские астрономы попробовали в конце 70-х годов. Высоко в горах Кавказа они построили большой телескоп азимутальный, с главным зеркалом 6 метров в диаметре. Но в реальности он не смог оправдать ожидания. Он был просто слишком велик, слишком дорог и слишком капризен. Так получается, что строители телескопов должны сдаться? Должны ли они похоронить надежды на еще большие телескопы? Достигла ли история телескопа своего преждевременного конца? Конечно нет. Сегодня у нас в эксплуатации есть 10-метровый телескоп и еще большие находятся на чертежной доске. Какое было решение? Новые технологии.